Героям следующего сюжета наград ждать осталось тоже недолго. Сегодня в Первомайском районе стартовала профильная смена «Юный десантник». Первые знаки отличия будущие защитники Отечества получат уже через несколько дней. Чтобы попасть в строй, они прошли жесткий отбор. Для участия в профильных сменах «Юный десантник» и «Юный полицейский» выбрали 26 человек. Претендовали сотни. Смены будут длиться 4 дня. Немножко они будут разные, потому что у «Юных полицейских» будет больше специфики, связанные с работой в управлении внутренних дел, а у десантников больше будет связано со спецификой воздушно-десантной подготовки. Прыжок с парашютом – это только одно из испытаний для «Юных десантников». Но прежде чем подняться в небо, они пройдут наземную подготовку. Кроме того, участники смен научатся оказывать первую медицинскую помощь, побывают на занятиях с кинологами, познакомятся с работой ОМОНа и проверят свою меткость в стрельбе. Бойцы трудностей не боятся. Долг каждого мужчины – это знать все тонкости военные, потому что мир очень хрупок, и рано или поздно всем понадобится защищать страну. Я считаю, должен каждый это знать. Я с детства хотел служить в армии, он рос на военных фильмах, на военных песнях. Вот и два года я уже занимаюсь, пока память. В дальнейшем хотел бы стать военным медиком. Совершить свой первый в жизни прыжок с парашютом юные десантники смогут в ближайшие часы. В небо они поднимутся, если позволит погода. Олеся Роженцова, Роман Хайрулин. Новости.